Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Почему детей-сирот перебрасывают из семьи в семью? И кто должен нести ответственность за то, что ребенок словом «мама» называет разных женщин? Я очень самую за своим братом и сестрами. Хотела, чтобы их повернули назад в эту семью. И мы были так, как раньше, вместе все. У своей приемной мамы Татьяны Кристина и ее сестры прожили 7 лет. Тогда, на тот момент, дитина не знала, что я ее не родила. Она думала, что она моя дитина. Но после того, как Татьяна развелась с прежним мужем и во второй раз вышла замуж, социальные службы решили, приемным детям не место в новой семье. Родина Павлюк Татьяны Викторовны была расформована с законных подставок. Потому что гражданка Павлюк Татьяна Викторовна вступила в шлюб с особой, которая засудена за вчинение насильства в семье над приемной дитиной. Татьяна готова даже формально развестись с Николаем ради того, чтобы дети снова жили с ней. Тема эфира «Чужие дети». Сегодня к нам в студию приехала Кристина Новикова, чтобы рассказать, как ее сестрами лишили самого близкого человека. Я приглашаю Кристину в вашу студию. Здравствуйте, Кристина. Я приехала сюда, чтобы вернуть свою сестру. После того, как меня обозвали в социальной службе, ей сказали, что сестра моя никуда больше не пьет, назад не вернется до меня. И я решила написать сюда, чтобы меня услышали. Так как меня в службе никто не слышит, они до меня грубили. Когда я поехала на заседание, они меня обозвали. И не меняют меня обозвали. Как так стало, что твои сестры опинились там, в соцслужбе? Наша приемная мамка разписалась с человеком, с которым она проживала. Он был засуджен. То есть вас просто поставили перед фактом, что вы теперь... Они сказали, что в интернат, а в другую семью приемную. А где ваши родственные родители? Я своего родственного родителя не знаю. Мамка наша, она выпивает очень. Мы с ней не общаемся. Она подзвонила мамке и сказала, что мы ей никто, и мы ей не нужны. Кристина, вот ваша приемная мама Татьяна сейчас пытается что-то сделать, чтобы вернуть семью, вернуть вас. Вона сказала в службе, что она разведается. Они подали на разлучение, и чтобы у нас было все так, как и они еще. Но в службе сказали, ты можешь не разведаться, живи так, как ты сейчас живешь. Тебе детей никто не отдаст. Наши журналисты встретились с вашей приемной мамой Татьяной. Давайте послушаем, что она рассказала. Ранее мы жили в Васильевке, но из постоянных суперечек с соседкой Аллою нам довелося залишить село Васильев, переезжать в Павлиж. Переезжали мы сюда, было у меня шестеро больших и один маленький хлопчик, сам родителей. Это комната девчаток. Это лишко Виктории, это лишко Ани. На данный час, они проживают у другой семьи, я бы очень сильно хотела, чтобы они повернулись. Кристина, вы кому-то говорили, из социальных работников, что вы хотели бы остаться вот в этом доме и жить с Татьяной? Да. Когда они приезжали с проверками, они постоянно запитывали нас, вам погано тут, вас обижают. И постоянно питали, вы хотите в другую семью? Мне сказали, что от этой мамки, чтобы я ничего не ждала, она мне ничего не даст. Я поехала в ту семью, где они нам сказали, что там хорошо, и она показывала семья. Я поехала, выбачьте, но я не привыкла ходить с ковшиком в туалету, чтобы смывать. Кристина, вот ты должна понимать, почему так происходит. У тебя есть какие-то версии? Там есть одна женщина, они с мамкой часто спорилися, потому что она начала ревнувать мамку до своего человека. Эта женщина очень хорошо дружит с нашим директором из службы. Она мне в глаза сказала, я, Кристина, добьюсь, чтобы вас забрали. За что? Это помста? Она хотела показать мамке, что она главнейшая. Она сказала мамке, что я сделаю так, чтобы твоих детей забрали и растопчу тебя. Татьяна, приемная мама ваша, приехала к нам в судью. Добрый день. Я бы хотела повернуть своё дитя. Мы были приемной семьёй, у нас всё было хорошо, мы были счастливы, пока не втрутилась в наше життя сусідка Алла. Вона приемная семья также была, и мы, приемная семья, жили мы напротив. Это началось с того, что дети их ходили до нас гулять, в основном они гуляли в моем дворе. Я у них хрестила меньшего приемного хлопчика. Началось с детей, закончилось ревнощами, и с того, что между нами с ее человеком Роман. Я поехала из этого села, поехала до села Павлиш. До тех пор, пока с Аллой в нас не зайшов скандал, социальная служба до нас очень хорошо поводилась. Наши журналисты встретились с вашим бывшим мужем Сергеем. Давайте послушаем, что он нам рассказал о том периоде. Мы нажили своих двоя. Мы с ней поболокали. Я говорю, ну, дети, сироты, давай. Я сам сирота. Чего не взял? Тут, получается, начинаются скандалы через сусідку, начинается все. У меня жінка не выдержала. Просто выехала в село. Мы с ней не думали разводиться. Даня просто от такого дружина. От така мама. Как вы ставите до той ситуации, что детей забрали? Ну, я, ну, вона там живет, я тут. Ну, я усе не могу рассказать, я не знаю точно. Ну, это... Татьяна, вот вы вынуждены были тогда развестись, да? Вы уехали? Ну, мы не поняли решение вот развестись. Мы развелися вот это только недавно, формально. Когда я, когда Алла переехала в Павлись, через пів року, она мне помахала, привет. Я так поняла, что она даёт мне понять, что я и тут тебя знайшла. Какие у вас вообще отношения вот с мужем Аллой? Близких отношений у нас не было. Он ходил до нас, спілкувались, а они с человеком ну, обычные дружные отношения. То есть вы не давали повода для ревности вашей соседки? Абсолютно. Не было ничего такого? Абсолютно никакого. А сейчас какие отношения с этим человеком? Сейчас мы расписаны с этим человеком. Да, я понимаю, что звучит это вроде как бы Алла права, да, была в усьому. Попытаемся в этом разобраться. Антонина Матвиенко у нас в гостях. Тонь, как ты считаешь, вот женская ревность способна на такое? Женка взагалі може все сделать в реви там на ревности, але я не понимаю діти тут до чего. Что она добивается? Ну, это она очень большой грех делает. Пожалуйста, Оксана Абросимова, адвокат. Спасибо. Татьяна, скажи, пожалуйста, а отборение детей у вас, оно отбывалось каким-то за решением суды или за решением органов опеки опеклувания? За решением органов опеки опеклувания. А чому вы не звернулися до суду про припинение усиновления такого, про визнение недействительного решения органов опеки опеклувания? Ви маете право на это? Просто у нас насколько все заплутано. А вы не консультировали ни с кем приведу этого вопроса? Или до юристов сходить, или прокуратуры? До прокуратуры звертала заплатили телефон никто не берет. Она звонит телефон не берет никто. Но вы должны понимать для себя, что просто сидяя и не совершивая никаких действий вы не вернете детей. Вот вы упомянули госпожу Фирсову. Это начальник Центра социальных служб Ануфриевского района. Я ее приглашаю в студию. Добрый день студия. Я зараз все поясню. Дана семья створена была 7 роков назад. Два роки в ней все было гаразд. Но в 2010 вона начала ставить свое личное жизнь выше за интересы детей. Первый факт, который нам был доказан именно сельской район, население, которые сказали, что дитина дует коров. Понимаете? Валентина Борисовна. Хвилиночку дитине всего было Кристина, сколько тебе тогда? 12 лет. 12 лет. Какая разница? Послушайте мы приезжаем о 6 године ранку. Тетяне Викторівне немає вдома. Вона навчается на воде. Папа сидит в литней кухне и читает газету. Эта маленькая дитина запоминайте вы жили в селе. Да? Вы знаете? Вы доели коров? Там все дети доят коров. Валентина Борисовна, я доил корову когда был маленьким. Знаешь, что это такое? А когда в неделю надо доить корову? Дитина приходит в школу и от не запах коров. Вас когда-нибудь била корова? Пані Валентина, можно вам что сказать? Влад Волошин. Можно вам что сказать? Добрый вечер. Краще нехай эти дети из 12 года дают коров, чем вас выслуховывают и чтобы вы не кидали как кеглями от боли. И играли с ними. Мы в этой студии очень часто говорим о нашей соцслужбе. Я так понимаю, что наши соцслужбы отвечают за целесность семьи как такой. Если детям одно с одним доброе, то никакие соцслужбы не должны в это вручаться. У нас интернаты и сиротинцы трещат по швам, потому что не могут найти собрать родителей. А вы еще в нормальной семье собираете детей. В межах в яких повноважений вы даете и мне до сих я ждал когда в студии прозвучит слово прокуратура потому вам не так весело было в ваших кабинетах если бы прокуратура пришла вас и запитала что происходит безусловно в этой семье а кто с кем какие отношения нет кто с какими ревности третя сторона до кого относится это уже не имеет значения есть дети они хотят быть вместе Валентина Борисовна это случай с коровой это был как вы сказали первый звонок а скажите мне пожалуйста вы запитывали у дочки безусловно если она хотела доить корову или не хотела она была привязана к корове она была корове всегда привязана но если стоят четыре корове у вас у сара то это для такой дитинки вы понимаете это по технике безопасности это невозможно и по положению дети не должны без родителей если Тетяна Викторовна вместе сидела рядом второй корове я согласна пусть эта дитина и дожила скажите пожалуйста кто вас надумил о 6 ранку прийти с переверкой в эту семью они уже говорили что эта дитина постоянно поспілкувались прошу нормальна сусідка поганого ничего не могу про него сказать добра чуйна внимательно любит дитей своих всегда прийду вона что-то делает напечено наварено всегда сусідей работа дитина 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 здоровьи все все ну видно что дети воспитаны завжди охайна жінка что мне очень понравится хорошая хозяйка бачу вики и анни давайте послухаем власне что вчителька каже про цих сестер ання начала навчаться у меня из другого класса из другого семестра разумная девчинка я бы вона трешки больше приделала уваги своему навчанию хотя мама там за нею переживала віктория завжди спокойна завжди равноважена весела и завжди охайна новину про те что вику забирать из семьи тетяны вікторины павлюк я сприйняла очень больно потому что как футбольный мячик перекинули из одного кутка в другий кто знает что воно откладывается в дитину на душу и как на ней откладывается доля далее это не только для меня для всего коллектива все были очень шокованы тем что даже дитине не дали закинчить второй класс забрали и без попереджения наша онкористская служба не приездила после того как Аня втикла из дома они не приездили до меня как до учителя и не пытали Валентина Борисовна вот смотрите только что учитель сказал что вы не интересовались ее мнением я хочу у вас спросить вы интересовались что думает школа по поводу этой ситуации по поводу по поводу по поводу Речей, когда перед первым вереснем мы проверяли для деток, где в школу идут. Есть межи, есть все, что мы должны проверить. А где, а где, где вы знаете, где эта межа? Есть перелик таких вещей. Вы считаете, что вы по вихованию больше тянете, чем вчители, и пиклуетесь больше, чем в отчестве? Мы работаем и отвечаем, отвечаем за законодательство. Кто вам дал эти нормы? А вы должны действовать в интересах детей? Мы действуем в интересах детей. А вы поцикавились дитине? Чи цикавились в этой семье? Чи она хочет эту семью? И что сказали дитину? Потому что каждый раз, каждый раз, как только мы были в данной семье, мы цикавились, что им хорошо в данной семье. Они говорили, да. Семейный кодекс каже, что только за сгодой дитини вы можете передать в другую семью на установление. Если дитина не сгодна, вы не имеете права действовать в суперч дитине. А вы говорите, что вы поцикавились хорошо или нет. Вы совсем меньше цикавились. Не то, что предъявляет законодательство. Но, соответственно, до чинного законодательства, последний момент, когда нам пришлось расформировать семью, мы расформировали чему? Потому что она, Тетяна Викторовна, вошла замуж за человека, который был засуджен. Так вы спочатку дали дозвіл. За злочин, саме по отношению к дитини, приемной дитини. Что это за злочин? Жорстокое поводжение. Он ударил всю дитину. Я сейчас хочу пригласить в студию Николая Щербина. Как вы считаете, почему у Тани забрали детей? Ну, я вам расскажу ситуацию. Надо вернуться трошки назад, чтобы понять эту ситуацию, что забрали детей. Тяжело. Забрали детей, потому что я был судимый по поводу дитини. Как я был судимый, с первой женщиной у нас был дом семейного типа. Мы развелися, и она через короткий час прийшла с старшой девочкой Анею до нас додому. Вскрили сейф, то есть документы не забрали, то вскрили сейф, до меня оружие лежит. Позабрали документы, повитягивали все. Я их на месте цьему застав. Почався жуткий скандал и разборка. Я швырнул дитину с калидора от сейфа, потому что я был в шоке от того, что они делали. И в тот момент забегла женщина, мы начали спорить, скандалить, вызвали милицию. Но никто по сегодняшний день, не разобрался сейфом, что покрали в меня все документы, покрали деньги нашего общего сына, деньги забрали на то, что он учился. Вона охватилася сразу и женщина за то, что можно меня наказать тем, что я применив силу до приемной дитини. Я это понимаю, что цего нельзя было делать. Если у нас есть решение суду, и вы судимы, и вы расписалися с приемной матерью, то мы не должны в дальнейшем, чтобы эта была, функционировала семья. Это уже остальная крапля была, соответственно, до которой мы могли эту семью расформировать. Перед этим были проблемы с донькой Айной, которая неодноразово втекала. Мы прислушались, мы тогда говорили с дитиной, почему ты текла из этой семьи? Потому что я боялась идти домой, потому что я двойку отримала. Извините, пожалуйста, но нашли дитину у Аллы тогда, когда дитина втекла. То есть у нас, бывшие нашей семьи. Не забывайте этот факт, пожалуйста. Валития Борисовна, это правда, что дети между собой дружили? Это же нормально, но ребенок побежал через дорогу и там играется с детьми. Как дети, они дружат, потом конфликты. Другой факт также зафиксированный. И это произошло уже в этом году после Нового года. Знову же, Тетяна Викторовна звонит мне уже о 8 часов вечера и говорит, что не стало аня. Зрозумите, как нам быть в этой ситуации. Адже чинное законодательство, в первую очередь, притягне наши службы, что мы недогледили этого. Не недогледили, а не помогли решить ситуацию. Где была дитина? Я не знаю, вы бачите. Мы помогали психологи, анкетирование, тестирование. Значит, дети постоянно говорили, что здесь есть. И мы не закрывали, мы не расформировали эту семью. Вона действительно была. Были негаразни. Мы приехали, проверили. Пояснили Таню. Таня справилась, Таня докупила. То не было развивающих игр, то не было каких-то книжок. Да, да, да. Потому что, запамятайте, ци семьи отримуют хорошие деньги. Вы знаете, какие деньги они отримуют для того, чтобы отримать этих детей? Знаете? Скажите, пожалуйста. Сказать? Значит, вона отримует на сегодняшний день, то есть отримула 1800 заработная плата и 2500 на каждую дитину. То есть в ней выходило где-то 10-11 тысяч на семью. 11 месяцев я отримала трое приемных девчаток. Вот Валентина Борисовна не спросила, где я брала деньги. Это так, что не, Валентина Борисовна? Было или не было трое детей? Было или не было трое детей, но ты не первая. Если ты зацикавлена в том, что ты должна дать детям добро, ласку, то ты должна взять детей и не сгадывать даже эти деньги. А наше вы сейчас сгадываете про эти деньги? Так, Валентина Борисовна, моя коллега Алла Стасченко, журналист. Пожалуйста, Алла. Валентина Борисовна, у меня для вас очень много вопросов. По-перше, 10 тысяч гривен щомесяця на шестеро детей или семеро? Не на шестеро. Выплаты должны выплачивать. Но еще есть у них дети. Хай она властные дети выховывает за свои деньги. А это детям даются приемным детям. Кошты. Ирина Бачаевна, гадетная мама, на двоих детей она не остановилась. Ира. Да. У меня 9 детей своих родных и вы знаете, слава богу. И спасибо большое. Я не сильно интеллигентный человек, я не журналист. Я вот просто сказала, что мне хочется вас съесть. Знаете, как в том мультике, что вас не было, понимаете? Потому что вы не думаете о детях. Вот вы сейчас считаете, кто сколько получил, на что получил. А я вот видела этих соседей, которые радостные и говорили за эту мать. Вы найдите таких матерей. Я тут столько уже насмотрелась. Это же ужас, какие есть матери. Почему-то тех вы не трогаете. Валентина Борисовна, это правда, что ваши социальные работники забрали детей у Татьяны на следующий день после того, как они расписались с Николаем? Я не помню, когда они расписались. Можно я? Когда забрали детей? Сейчас я расскажу. Я был в районе и просто зайшел до вас, как гостя. Вы мне говорите, Коль, ты, я знаю, до Татьяны заходишь и те, и те, и те. Чи ты ешь там, чи не ешь там, чи как у вас там. Я бы хотела, чтобы ты эти отношения узаконил, потому что так нельзя. Вы мне сказали, ты же положение знаешь. Я говорю, да, я прекрасно знаю, что сторонней человеке там нет, что делать, потому что у нас так было. Вы мне посоветовали так сделать, или вы мне не советовали? Ответьте мне, пожалуйста. Ну, мы разговаривали с тобой, но вы мне посоветовали, или нет? Я вашего совета прислушался, пришел домой, приехал к Таню, говорю, Таня, начальник службы сказал, что надо это все в законе. Мы это делаем благодаря вам. Вы через неделю вызываете нас, скажете мне по телефону, приезжайте в заседание району. Я приезжаю на заседание, заходю на заседание, такая аудитория, как тут. Я не успел дойти, сести, мне говорят, ваша семья расформирована, вы свободны. Я вам сказал, это что, 37-й год, или что это такое? Значит, фактов было много для того, чтобы расформировать эту семью. Но мы прислушались до детей, до их думки. Мы их вызывали, они сидели у нас в кабинете и говорили, нет, мы хотим остаться в этой семье. Но они напружены, эти дети были. Что-то не так было, было не гараж. Когда у нас было жестокое поводение с детьми, не дай Боже, в этой семье еще что-то сталося, то ответили в первую очередь мы, работники социальной службы. Я же вам сказал, на сегодняшний день у меня заявка на разлучение, 14 числа этого месяца, разлучение благодаря Палентине Борисовне. То есть вы расписалися, потому что вам порадили, а теперь вы должны разлучаться, чтобы вернуть детей. Я сказал, что мы разводимся на пользу детей, за ради Бога, за детей. А че вплине, а вы запитали? Запитали, а я сказала, и в подальшем все равно это не станет причиной. Арсен Мирзаян, пожалуйста. Как работник комбината заберешь сталь, начальник участка. Я знаю, что такое охрана работы и что такое прикрывать себе *** нормативными документами. Я хочу вас запитать, если бы вы сруйнували эту семью, за ради того, чтобы прикрыть себе ***, это так? Да. Да, это так. Да, это так. Да, это так. Те, что конфликтов в семье не было и детей не было, ну это однозначно. И за малюнками, и за сосредоточениями самих детей, это однозначно. Если Вику снова поперем и повернуть в ее попереднюю семью до Татьяны Викторовны, это на мой взгляд единственный, разумный выход из этой ситуации. Татьяна, вот это правда, что Виктория не знает, что вы ее приемная мама. Она думает, что вы ее биологическая мама. Да, я ей не рассказывала, что я не ее мама. Вона не знала, на данный час, вона, мабуть, уже знает, потому что она задавала Кристине вопрос, а где наша мамка, кто нас народил? Кристина ей объяснила, хай она скажет сама. Когда я поехала до Вики, вона меня спросила, Кристина, а это правда, что мамка наша не родная, что она нас не родила? А я говорю, ну мамка нас не родила, нас другая тетка родила. Кажу, ну мамка нас забрала оттуда. А вона говорит, ну ничего, я все равно мамку люблю. Я обещаюсь, когда сказали на заседании, а чого ты не сказала, что ты не ее мати? Я сказала, что если будет надо, я ей скажу, что я родила ее. Это ваше право, сказать или не сказать? Да, я считаю, что лучше так, а не чтобы она, ну может, как бы она подросла, старше стала, она больше бы понимала. Вы травмируете этих детей уже дважды. Они единожды травмированы своей родной мамой. Она их бросила, она их оставила. Они поверили Татьяне. Сейчас, забрав их и рассоединив семью, вы травмируете их опять, прикрываясь актами и всем остальным. Так нельзя, так не может быть. Мы захищаем права и интересы детей. Да какие права, да какие интересы? Я в моем подальшем вы почуете еще. Вы почуете далее. Алексей Шевцов, психолог. Если ребенка до трех лет, скажем, до двух лет передают на воспитание другой маме, и он не знает, кто его биологическая мама, то, соответственно, эта женщина, как сегодня Татьяна, да, которая излучает любовь, вот здесь сидя, просто на студию, да, излучает любовь. Вы имеете право быть мамой всем этим детям. Я понимаю, Валентина Борисовна, что вы руководствуете законом, фактом, материальными там списками, что есть, чего нет, понимаете? Но на первом месте для ребенка стоит любовь матери. Есть любовь, ребенок счастлив, ребенок любит ее в ответ. Николай, позвольте у вас спросить. Мне интересно, вы сейчас так рьяно боретесь и переживаете за приемных детей Татьяны, вот. А какие отношения у вас вот с вашими приемными детьми, которые были вот в том браке? Как вы думаете, какие могут быть отношения, если там настроены были дети в корне против меня настроены? Кто их настроил? Ну, жена бывшая. Ваша колышняя дружина знакома с Валентиной Борисовной? Они друзья, они знакомы. Они друзья. Николай, давайте сейчас послушаем, что говорят ваши приемные дети, приемные дети Аллы, что они рассказали нашим журналистам. Как вы реагуете на эту семью, значит, вы просто в стути допомагаете? Мама зараз, вона ни в чем не разница от нашей родины. Я только приехал в семью, сначала, ну, не до мамы біг, а до папы сначала, до дяди Коли. Я думала, что он нормальный, а сначала все нормально было. А потом все погано стало. Мама нас защищала, он начал бить, он бить ее. Когда мама бегала в посадку через город, то он стрелял в воздух, чтобы налячать ее. Он сказал, что если мы ее не проведем, то он будет по нас стрелять. Мама потом пришла сама защищать нас. Если бы я, не дай бог, взял ружу в руки или даже назвал слово, что я вас постреляю, я бы сейчас, поверьте мне, и нашему порядку, я бы уже закрыт. Меня вызвали только за то, когда нас дали, но она провела без 20-12 ночи, провела трех таких ребят, они зайшли, она меня подняла с кровати и побегла в кухню. И они со мной разбирались. Они мне сказали, ты должен дать те, те, те. И все. А в тот же вечер я подбег до кухни, до двери и стукал колоком, говорю, Алла, что ж ты делаешь? На что ж ты это направляешь? Что ты привела? Хлопцы утекла. Ты что оставила меня? Для чего? Чтобы они меня закончили там что? Ты хотела что? Чтобы я спровоцировала, чтобы я их пострелял там у хату. Для чего ты это про? Чего они меня? Тут было. А на детей. Николай, ваша бывшая жена Алла в нашей студии. Сразу после рекламы. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня – «Чужие дети». И я приглашаю в студию вашу бывшую жену Аллу Еремчук. Встречаем. Доброго дня студия. Я очень хочу вас попросить, чтобы вы немного дали мне слово сказать правду. Мы с моим мужем проживали 24 лет в шлюбе. И дом построили, и майно нашли великое, больше миллионов. И сына выросли. Моя была пропозиция – сыновить еще одного дитинка маленького. И нам запропоновали быть приемной семьей. Было все у нас добре, пока в 2009 году в нашей семье не появилась Тетяна. Как она появилась? Они действительно встречались. Они направили своих приемных детей, Таня, чтобы они говорили с нашими приемными детьми. Мы говорили сначала, что ваш отец будет жить с нашей мамой, а только вы согласитесь перейти до нас, чтобы была велика родина. И все равно не будет тут жить. Я хочу сказать, что было вопрос, у нас стояло на разлучение. Мы подали на разлучение в 2012 году, а на распределу майна я не подавала. Потому что меня человек змусил, чтобы я не подавала, потому что если я подам, это были постоянные побития. Он меня практически задушил. Приемная дитина выскочила, позвала суседку. Суседка меня отрятовала. Он за это был судимый. Адміністративный штраф он там заплатил. Вот так же сейчас он сказал, что я на него наймала бандитов. Я подала на разлучение. И, шановный Микола Миколаевич, он уже жив и спал в доме, а я с приемными детьми жила в временке. 12 часов ночи, он выбивает в окна и двери, говорит, выйдет. Я сильно боялась выйти, дети начали плакать, и я поняла, что он выбивает двери, значит, мне надо выходить. Что вы детей с собой во временку взяли? Сидели бы там сами. Ну, вы говорите, что он был в Кате, а вы во временке. Я же уверен, что вы детей с собой забрали во временку. Правильно, потому что он их бил постоянно. А, да? Он их бил постоянно. Потом постукали это в двери. Он меня за шкабарки сватив, оттянул в дом, где находились... Можно я перебью, Валентина Борисовна? Если он бил детей в приемных, чего же вы сразу детей из их семьи не забрали? Но эти информации нам не поступали. Что? Валентина, я первый вам прозвонил ночью. Прозвоните, я каждый раз. Ночью. Я вам ночью прозвонил первый. Нет, нет, нет. Задись, что делается? Давайте мне доказать. Прошу, пожалуйста. Будь ласка, тихо. Дайте я покажу эту историю. Он меня потягнул в дом. Мне там три молодыха объяснили, что я должна забрать свои вещи и пойти, оставивши приемных детей за ним. Если я это не сделаю, они мне рассказали, что со мной будет. Он взял детей приемных, повез в дом, выстроил их в ряд и с ружьем бил их прикладом, и сказал, что сейчас выъедет милиция. Чтобы вы мне сказали, что мама на меня вызывала. Я на сегодняшний час не разделена. Скажите мне, пожалуйста, если я наймала молодыхов, значит, почему я в его майно не забрала? По-моему, вы думаете только о гроши? Два раза, пожалуйста, я осталась на дороге, на дороге я залишила. А что вы милицию сразу не вызывали? Вы вызывали, вызывали. А что вы не знаете про это социальная служба? Вы вызывали милицию, вызывали. Валентина Борисовна, когда дитина доила корову, сигнал до вас не дышал, а вот когда такие жулики были в селе, там кого-то били, какую-то гвинтівку доставали, то вы про это не слышали ничего? Валентина Борисовна, когда приехали какие-то там дяди, которые ему угрожают, соответственно, относительно детей ничего не было сказано, что что-то угрожает дитя. Понятно. Алла, тогда объясните. У меня до вас вопрос. Когда Тетяна решила это все оставить и переехать в другое село, почему вы поехали за ней туда? Я сейчас расскажу, что она уехала в село. Они встречались. То есть вы продолжаете утверждать, что они встречались? А потому что, когда дитина в ней еще не было третьей, то ей было легче вскакивать в машину и ехать с ним. А когда она уже была беременна и родила, ей уже она на Серегу. Серега сейчас, вы бачили, он интервью даёт в пьяном виде. Это человек его залякал и он ему такое в интервью давал. Когда Тетяна забеременела, нашему сыну было 18 лет, 18 сентября. Она 19 сентября до нас домой пришла и сказала, я хочу с вами поговорить, а только в присутствии вашего сына, родного. И она села и сказала, я беременна, я не буду ничего делать. Алла, потихоньку собирай мысли и вещи собирай. А Коля сидит и говорит, Таня, что ты пришла это сказать, я это сам. Романы можно писать. Так что это действительно было так. Алла Васильевна, я тебя перебью. Не надо. Ты с моим другом взялась в подручку и бегом расписалась, потому что ваша служба сказала, что заберут детей. Так было или нет? А сейчас я скажу. Я тебе передал при службе 100 тысяч гривен. Передавал или нет? Передал, Валентина Борисовна? Да. Передал. Она подает на суд меня еще раз через полгода. Она за того человека, что выслал замуж, у него дочка в прокуратуре именно курирует этими детьми приемными. Валентина Борисовна, так или нет? Не делайся белым и пушистым. Кристина. Дядь Алла говорит, что он убил детей. На самом деле, Аня перевернула ведро и стукнула около векна. Дядь Алла выбегла, набила Аню и сказала, идите на город рвать бурьян. После этого мы до них не ходили. Николай такой жестокий, избивал вас, вот как-то на детей руку поднимал. Вам была ненавистна эта семья. Наверняка вам хотелось бы все это забыть раз и навсегда. Когда эта семья уехала в другую деревню, зачем вы поехали туда за ними? Сейчас поясню. Потому что на данный момент, когда я разлучилась, он мне деньги не дав. Я ждал тебе только что-то согласилась, 100 тысяч получила наличие. Я сейчас поясню. И автомобиль мы взяли в кредит. Она взяла, это та людина, которая живет за кошти детские. Игбалака про кошти. Она, эта женщина со мной не работала ей одного дня совместной нашей жизни. Когда она почувствовала деньги, одного дня она не работала нигде. Смешно. Одного дня. Я вышла с детьми, с кредитом. И за мною были бандиты. Я никогда не работала и говорит, что я... Ты закрой рот. Я потом проживала в родной сестре своей 2 недели. И пошла, просила в администрации, чтобы она рада. Скажи, вы обижаетесь на Николана? Не можем упростить. Не, не обижаюсь. А на Татьяну? Не, не обижаюсь. Я просто довольна тем, что она его и забрала. Вот этого не может жить. Психолог и психотерапевт. Видно же, что вы обижены очень. Сейчас я вам виледаю, иди мне договорить за дитину приемную. А потом он, дитина приемная, моя, пошла к главе администрации и просит. Вы, как глава администрации, будете расформировать дом семейного типа. Я вас очень прошу, как отец, оставьте нас с мамой. Мы не хотим с мамой, с детьми, с детьми, с детьми приемными. Он ее побил за то, что она пошла к главе администрации. А он придумал. Он сказал, если ты не хочешь оставаться и за собою не приведешь детей, значит, я шантажую тебя. Я подам тебя на суд и тебя судят. Валентина Борисовна, я побил дитину, она была главой администрации. Как я дальше с детьми продолжал? Ну, ответьте же на этот вопрос. Люди добрые, да послушайте. Наши журналисты, они встречались с детьми. Давайте послушаем, внимание на экран. Я жила в селе Павличчин, с сестром и братом, с мамкой. Мамка меня была, потому что в школе погонучилась. Згадай, пожалуйста, за что последний раз ты бил дарила маму? За то, что родинку загубила. Когда меня запринували пить, то я сгодилась. Ну, сразу они, как все родители, ставились до меня хорошо показать, что хороша родина. А потом уже, десь через месяцев три, уже началось все по-инокшему. Почали бить в мене, ну, это вообще было уже неправильно. Мне приходилось доглядать за тими коровами, убирать после них. Вставал я очень рано, приходилось перед школой вставать, чтобы дать им есть, подгортать у них. Это уже называется, было украдено дитинство. Я не хочу повертаться в Павлиш, потому что я знаю, какая там мамка. Воно не мамка, это настоящий изверг. Это эта дитина, которая боготворила меня. Это эта дитина, которая боготворила меня. Вся школа, где сейчас, как Виталик Сойка мог так поступить. Он дыхал мною, этот парень. У нас дуже, я навіть до Христини нескільки привязана була, як привязана була до цього Виталіка. Ця дитина сейчас балакає, другими словами. Сейчас люди дивляться тебе, что ты сейчас говоришь. Я разберусь в своей семье. Якими Валентіна Борисовна. Когда я поехала до Вики, она мне сказала много чего, что ей тут убежать, она хочет домой. Просто, когда я с ней балакаю по телефону, она говорит все, мне хорошо, мне хорошо. Когда я поехала, я спросила, Вика, что ты мне так по телефону сказала, она не сказала так, как сейчас. Она говорит, просто включают громкую связь и слушают, что я балакаю. Они мне подсказывают, что я говорю. Вот Виталик сказал, что вкрадено детство. Он сам бегал за мамкой в службе и кричал, я хочу остаться в мамке. Дядь Алла говорит, что Аня пошла до головы администрации. Я тоже ходила, я кругом ходила, я просила, оставьте меня в этой семье и мою сестру. Они говорят, это невозможно, ты будешь на державном, а твоя сестра будет в другой семье. Валентина Борисовна, возможно ли это, чтобы дети вернулись в семью? В соответствии с чиновного законодательства, на сегодняшний день, вся семья не может функционировать. Вражение складывается, что вы просто зациклились на своих законах, на своих нормативных актах. Петяна, Петяна. Сейчас, Оксана, давайте, Оксана Амбросева, вот как вы считаете, вот какой выход может быть из этой ситуации? В семейных отношениях, отсутний срок позовной давности. Вы даже на данный час можете звернуться до суду, проведение решения недействиями. А также я рекомендую вам все-таки звернуться до прокуратуры, проверить деятельность комиссии и чинность, законность действий. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Шевцов. Здесь нужен хороший адвокат, чтобы мягко очень, да, эту ситуацию говорить юридически. А дальше, ну мы имеем, собственно говоря, две семьи. Вы, уважаемые взрослые, да, вот кто-то провоцирует конфликты нарочно. Все село, вся деревня, я так понимаю, гудит и все это все обсуждают. Но это же все слушают дети. Это не любовь к детям, не проявление любви, а проявление не любви, жестокости и насилия. Это насилие на детей. Влад Волошин, пожалуйста. Ну и найголовнейшее, мы тут сейчас такие сентенции поговорим про высокие материи, министерства. Но, понимаете, если бы вы по-людски поставились до этого вопроса, в первую очередь на первое место поставили детей, мы бы сейчас с вами тут не сидели, не сварились. Вот я на Аллу смотрюсь, не верю, вот взагалі, жодному слову. Это ваше право. Не верю, абсолютно не верю. Антонина Матвієнко, пожалуйста. Алла, постаралась. Я думаю, что вы винят конкретно в этой ситуации. Это моя думка, субъективная думка. Алла. Когда мне колишний человек дав только 100 тысяч, я на них... Вы снова про гроши. Гроши. Вы все про гроши. Алла, дело в том, что я врач, и врач психотерапевт, и врач, который кое-что понимает и в тяжелых болезнях. Вы обижаетесь и на Татьяну, и на Николая, да? Я хочу вам сказать, что обида вызывает рак. Рак. А у женщин вызывает рак груди. Да. Да? Вам Тоня говорит, простите их. Простите. Вам говорит человек, это уже не ваш муж, простите его, отпустите. А чего вы сейчас так сказали, что я их не простила? А это смертельно опасная болезнь. Алла. Дети – это любовь и ответственность родителей. А приемные дети – это ответственность вдвойне. Ведь любовь к ним нужно постоянно доказывать. И помнить, что судьба ребенка в наших руках лишь до тех пор, пока мы беспокоимся о ней больше, чем о своей собственной судьбе. Об этом важно думать, это касается каждого.